Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем видео расскажу вам про шведский танк UDES-16 Это СТ 9 уровня, больше честно говоря похожий на ПТ Расскажу вам о ее особенностях, сильных слабых сторонах, как играть и вообще, что это за танк, насколько он хороший и интересен И начнем разбор в ангаре с его бронирования и вообще внешнего вида Вот так танк выглядит, очень серьезные наклоны фанеры у него под очень сильными углами Вот его бронирование, самое прочное место это в башне, 70 мм брони Но поскольку фанера его наклонена под очень острыми углами, то этот танк может отбивать снаряды И это не только его одна из особенностей, еще одна будет, чуть попозже расскажу, но сначала разберем бронирование Итак, по броне у нас начнем с башни под очень-очень острым углом Давайте где-то вот так поставлю, вот тут 280 мм примерно в башне Но есть всякие тут башенки 160 мм, 150 мм Есть какие-то выступы, здесь 180, здесь 360 возле ствола Здесь 270, здесь 190 Ну то есть в принципе по пробитию данную башню можно пробивать на голде очень даже неплохо Например кумули пробивает даже вот в самые прочные эти места Причем наклон разный, у этой части наклон больше, у этой части башни наклон меньше Но кумули все равно пробивает Но только лоб, скажем так, самый прочный И лоб корпуса Тоже сумасшедший наклон Здесь 50 мм брони И вот где-то вот 270 здесь вот То есть в ЛД как бы тоже может отбивать Но на этом и все, все что может отбивать Дальше НЛД в районе 90 мм Борт в районе 40 мм И посмотрите какой я угол ставлю Вот очень острый угол Вот так как бы можно в принципе танковать Но здесь брони 130 мм приведенки То есть совсем с борта ничем не может танковать танк То же самое по башне Если вот передняя часть еще более-менее И то увидите, да Здесь вот 180 мм Вот если мы в эту перестреляем часть Дальше здесь 155 мм Задняя часть башни вообще имеет броню в 40 мм То есть с борта все пробивается НЛД все пробивается Но в целом вот расскажу вам одну фишку Когда ваш танк танкует А у него к слову минус 12 углы склонения вниз Но на самом деле пушка опускается на минус 5 в башне А плюс 7 градусов еще добавляет пневмоподвеска То есть танк еще приподнимает задницу И тем самым у него получается минус 12 градусов И это его фишка То есть как бы мы можем танковать из-за рельефа местности У нас полностью вот эта часть бронирована Но когда мы танкуем из-за рельефа Мы не видим насколько показывается наш НЛД И часто, очень часто пробивает в НЛД Когда непонятно ты его показал или не показал Потому что рельеф бывает разный И на крутом как раз рельефе НЛД очень сильно задирается Дальше, когда мы танкуем как бы против противников У нас есть такой прикол Что нас могут с разных сторон смотреть противники И мы можем чуть-чуть показывать наш борт И этого будет достаточно Чтобы нас сюда уже пробивать По правилу трех калибров Орудия больше 120 мм Или равно 120 мм Уже вот сюда в борт будут пробивать без проблем Под любыми углами Поэтому по броне танк очень специфичен Дальше разберем остальные его параметры А теперь я хотел бы более подробно остановиться На технических параметрах Начнем с орудия Пробитие орудия стандартным под калибром 234 мм И голодовым под калибром 263 мм Довольно небольшая разница в пробитии И для 9 уровня 234 пробития довольно мало Плюс это под калибр Еще хотел бы отметить, что летят они с одинаковой скоростью 1150 метров в секунду примерно И это не очень быстро Обычно, если даже голодовые используются На других танках под калибр И где-то 1500 метров в секунду У них скорость полета И это очень комфортно для стрельбы Здесь же не совсем быстро И не чувствуется, что играешь именно под калибр Которые летят очень быстро Но это, конечно, специфика данного танка И данного орудия Даже пробовал играть на стоковом орудии Поскольку мне это орудие не понравилось топовое Там пробитие 217-253 мм Соответственно, под калибрными снарядами Но оно во всем проигрывает топовому Поэтому отказался от этой идеи И все-таки весь путь прохождения танка Играл на топовом орудии Конечно же, много опыта вам понадобится Чтобы вывести танк в топ Урон 390 у топовой пушки И такой обычный урон ДПМ 2294 единицы Не плохой и не хороший Нормальный Точность 0.36 Время сведения 2.2 Мне очень понравилась стабилизация орудия Круг довольно долго сводится Точность 0.36 И орудие оказалось косоватым То есть быстро перевестись и выстрелить не получится Вам нужно обязательно свестись до конца И при этом не факт, что вы повойдете Особенно, если это на длинных дистанциях Вблизи еще куда не шло Точности достаточно Но на дальних не хватает Как я говорил Углы склонения орудия Минус 5 вниз, 15 вверх Это без пневмоподвески И с рабочей подвеской Угол склонения Минус 12 вниз И 20 вверх И это же самая черта Работа пневмоподвески Как мне Как-то настроена довольно стрёмно У варгейминга Потому что Когда у тебя не хватает углов Склонения орудия Включается автоматический подвес Когда у тебя танк Как бы Задница приподнимается Ствол опускается И вроде как бы хорошо Но при этом дергается Прицел И выцелить не всегда Быстро можно То есть нужно немножко приловчиться Приноровиться И потом стрелять А это очень часто Заканчивается непопаданием Хочется быстрее выстрелить Потому что противник уходит И стреляешь без сведения И без сведения Конечно Не попадаешь И это довольно частая ситуация Из-за этого орудие Очень не понравилось Много урона На нем настреливать Не получается Еще и по той же причине Что бронепробитие Не очень Хотя на том же Паттане 9 У него тоже Пробитие на Галде 265 На него повыше ДПМ И нет вот этой Пневмоподвески Которая сбивает вам прицел И на нем Конечно играть Гораздо комфортнее Чем на УДСе 16 По подвижности Танк в общем Очень даже неплох Удильная мощность 21 лошадей на тонну Максимальная скорость 50 км в час Очень вертлявый танчик Очень хорошо Поворачивается Корпус и башня И по подвижности Ему даже Такой хороший плюс Можно поставить И конечно Он не очень быстрый Не феноменальная Удильная мощность Но В целом Танк хорош По обзору 390 метров У нас обзора Это не очень много Это не 400 Как у многих Но С этим можно жить Если поставить оптику И включить Берки на обзор То максимальный обзор Вы достигнете И даже больше Что еще Из оборудования Стабилизатора Я поставил И досылатель Классика Самое необходимое Я считаю оборудование Танк очень часто У меня горел Два Боя у меня было Где я сгорел Полностью Когда меня два Раза подряд Поджигали У меня срабатывал Автомический огнетушитель Через какое-то время Опять пробивали бак Опять загорался И догорал уже полностью И это конечно Жесткий трындец Очень не понравилось Эта черта у танка Баки у него В передней части Как раз туда Куда нас многие Пробивают Поэтому без огнетушителя Никуда И лучше конечно Голдовый Чтобы снизить Вероятность Возгорания Было конечно За 60 боев Всего лишь два раза Когда полностью сгорал Но поджигали И в других боях тоже И когда Попадали в борт Такое чувство Что у него там Баками выложено Весь борт И НЛД Там все в баках Занято Что специально Танк горел Жирный плюс конечно Танк Что он очень низкий В него сложнее попасть Но он и длинный Конечно Как такая сосиска И как большое количество Листов фанеры Короче такая себе Стопка фанеры И на гусеницах Ездящая И стреляющая Из перков Посоветую Стабилизацию на стрельбу Мехводу И наводчику Лампочку Бесконтактную Кладку Заряжающую Второй Можно качать ремонт Потом сбросить На боевое братство Оно пригодится И наверное На третьем перке Я и остановлюсь Потому что Продолжать играть На этом танке Больше не хочется Самое главное На этом танке Когда у вас Начинается бух И вам нужно знать Карту Узнать карту Именно где занять Такую позицию Где вы сможете Играть от рельефа Играть от своих Углов склонения И наносить урон Но опять же Знаете Что арта Очень сильно Калечит этот танк Очень тонкие борта Если рядом Плюхается снаряд Либо даже В него попадает Там просто Жутчайший урон Проходит Не пробитие Допустим Но все равно Там по 400-500 Отлетает от танка Это очень много Поэтому арты Надо очень Серегаться И занимать Такие позиции Либо чтобы вас Не видели Не засвечивали Либо чтобы вы были Чем-то прикрыты И арта не смогла У вас кидать Дальше Когда вы заняли позицию Вы ведете Отстрел Но завидя вас Противники Во-первых Либо перестают С вами перестреливаться Потому что некоторые Не могут просто Вас пробить Никуда И они не выезжают Либо не подставляются Переезжают куда-то еще Либо заряжают фугасы У кого калибр побольше И начинают вас Метелить фугасами Либо кто Попроще Просто заряжают Кумулятивные снаряды Например Там Десятые уровни И Просто вас в башню Начинают шить Поэтому Ну как и у любого Танка наверное в игре У него абсолютно Какой-то Неуязвимости нет И он живет До поры до времени Если вы замечаете Что начинает Плохо становиться Вашему танку То конечно Менять позицию Ну а дальше Смотреть по ситуации Играть собственно Как на СТ Но опять же Опять же Всегда думать Где вы сможете Применить свой танк От рельефа Это основная Такая идея Данного танка Игра в рельеф А все время Занимает Такие позиции Где вы будете Неуязвимы Для противника В целом Подведя итог Хочу сказать Что танк Мне не понравился В общем Играя на нем Он не дал Мне какого-то Такого Удовольствия От игры Именно Что у него Слабое орудие Как для Девятого уровня И Мешающая Как раз Вот эта Пневмоподвеска Вернее Ее принцип работы Когда прицел Вбивается Дергается Очень неудобно Мне это жутко Не понравилось И в целом Я бы данный танк Не рекомендовал К прокачке Не знаю Насколько будет Интересна десятка Но девятка Мне не понравилась Восьмерка Понравилась Потому что Она Все таки Играла С шестерками Семерками Восьмерками И там у нее Все было хорошо И альфа В 360 И голда 253 пробивает В общем Жила восьмерка Там просто Замечательно На своем уровне Вот девятка Уже послабее Восьмерки При игре С девятыми Десятыми Уровнями Это все Что я хотел Вам рассказать Всем спасибо Дорогие друзья За просмотр Ставьте лайки Не забудьте Подписаться на канал И прокомментировать Данное видео Всем спасибо И пока С вами был Дваска